Доброе утро, Перим! С вами Коктейль Молотова. Сегодня понедельник, 3 декабря, и это прекрасно. Во-первых, потому что сегодня уже зима. Во-вторых, потому что... Почему сегодня уже зима? Ну, мы не виделись. Суббота, воскресенье, да, первое, второе декабря. И главное, главное, что сегодня у одного нашего соведущего, моего соведущего, с которым мы с самого начала вернули, у него сегодня день рождения, ему сегодня 74, да? Да, почти, почти. 36, Артему Жавренкову, так что можете писать ему ВКонтакте, в Фейсбуке, наверняка в Одноклассниках он... Пишите переводы, да, я никогда не отказывался от переводов денежных, денежных. Дорогие друзья, действительно, это утреннее шоу «Коктейль Молотова», это Ренат Садинов, Артем Жавренков. Это понедельник, 3 декабря, первый рабочий день этой суровой зимы. Этой суровой зимы. Да. Ну, надеемся, что она будет не слишком сурова, потому что, ну вот, 3 декабря, а на улице всего минус 13, идет слабый, слабый, слабый снег. Днем сегодня 9.11, переменная облачность, преимущественно без осадков. Вообще, эту неделю обещают нам относительно спокойной в части погоды, минус 4, минус 8 дневные часы, вот до пятницы аж ночью, легкий двузначный минус, там, минус 11. Слушайте, я думаю, что уже на улицах Перми стало очень красиво, уже все по-новогоднему. В этом году, слушай, очень круто украсили, прям едешь по компросу, кайфуешь. Я что-то не обращал внимания, я был на шоссе космонавтов, там ракету поставили, я все никак не мог найти, откуда же ее там питают электричеством. Чтобы улететь? Ну, да, это, да, улететь-то вряд ли, но виртуально улететь, я не знаю, от счастья того, что у нас такие яркие подсветки. Ну, в общем, друзья, всех уже с наступающим Новым Годом можно поздравлять теоретически. Да что-то рано, мне кажется. Да нормально, декабрь, все, уже везде все, елочки выставляются, или там, кто не выносил еще с прошлого Нового Года елку, ну, типа, украсят просто и все, иголки подметут и все. Ладно, друзья, я думаю, что... Подожди, у нас есть еще небольшой анонс, ты хочешь уже к новостям перейти? Ну, а почему нет? Да, я просто хотел два слова сказать о том, что у нас сегодня будет очень необычный человек в гостях этим утром, Никита Золотухин, который... Папа Никич, можно его... Как? Папа Никич, он в инстаграме, да, и в ютубчике. Мы тут все отцы, но это тот самый отец, который решился свою отцовскую жизнь, отцовство свое в публичное пространство выдать. И уже набирает лайки, что он там еще набирает, репосты, просмотры видео, популярность, вот, рассказывая о том, как нелегко быть отцом в современном мире. Мы, кстати, с Ренатом отцы. Да, ну, мы разных детей, давай так. Да, от разных женщин, я даже добавил. Ну что уж, не то, что мы отцы. Взяли ребенка и воспитываем. Нет, все. Ну что, все, наверное, к новостям. Да, к новостям. И первая, наверное, новость. О, давай сразу про Волочкову. Она тоже задает достаточно новогоднее настроение. Трамп, Милонов и Волочкова. Кстати, Трамп тоже сегодня будет чуть-чуть. Если можно, покажите фотографию. Она уже разделась на этот раз. Вот, прикрылась лишь веником. Многие стали переживать, не отморозит ли она чего себе. И, ну, и сделали новогодний тоже коллаж. Ну, это же. Потрясающе. Некоторые детишки водили бы около нее хоровод, если бы она не пиналась. Да, она, думаешь. Она пинает собак. И, кстати, в Урганте, по-моему, недавно сделали дис на Волочкову. Там сделали. Посмотри, это достаточно весело. А дис это что такое? А, тебе же 36, не важно. Хватит моего возраста рассказывать. Вырежу я намного лучше. Это кто тебе сказал? Не знаю, многие люди говорят. Я даже не зеркало. Порой. У меня, да, говорящие зеркало. По поводу вот сыновей мы тут говорили. Рано или поздно все равно приходится с ними делать уроки. Я вот такую штуку нашел в интернете. Как умножать любые числа в уме. Я еще не проверял, работает это или нет. Может, только с двумя числами я не работаю. Но система очень простая. Видите? Если у вас есть два двузгначных числа, вначале каждое из них вычтите из 100. Получившийся результат суммируйте и затем умножьте его на сумму. Мне кажется, тебе уже нельзя такие числа. Ну, в общем, вот, получилось у вас эта сумма чисел, да, вычетных из 100. Ее тоже от 100 отнимите и к ней приставьте, как называется, производная двух умноженных чисел. Ты же технарь. Производная двух умноженных чисел. Ну, в общем, сумма, это когда что-то к чему-то прибавляют. А когда что-то на что-то умножают, это произведение. Вот произведение этих двух чисел умножайте, и, может быть, что-то у вас не поможет. Слушай, мне прям жалко за твоего ребенка, когда ты с ним будешь делать домашнее задание. Слушай, а как называется-то это? Я что-то... и все. Как называется? Что называется? Я, честно говоря, хочу попробовать. Вот пока сейчас будет идти наша реклама, я попробую любые два двузначных числа. Давай, 67 и 32. 67 умножить на 32. Угу. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Доброе утро, друзья. Короче, не катит этот способ. Мы выходили на рекламу, и Артем решил почитать два двузначных числа. У меня минус один получилось. Вот таким методом. Минус один я сейчас должен производить. Мне кажется, это минут на 20 еще затянется. Почему не работает этот способ? А это работает, видимо, только для девяток, Артем. Каких девяток? Ну, когда 90 с чем-то. Да, умножаешь на 90 с чем-то. Перепроверяйте, дорогие друзья, всю информацию, которую вы в интернете находите. Я вот нашел, мы перепроверили тут же в режиме реального времени. И... Ап. Ап. То есть, хотел бы сказать. Ладно, давай, наверное, к серьезным новостям каким-то попробуем. Давай. Я думаю, что достаточно серьезная новость про Черчесова и про Евро 2020. Черчесов признался в незнании соперников по отборочной группе Евро 2020 года. Главный тренер сборной России по футболу, да, Станислав Черчесов, оценил соперников по отборочному этапу к чемпионату Европы 2020 года. Бельгия первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни. Команда стала бронзовым призером чемпионата мира. Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались. А кто там у нас еще? Шотландский рейнджер видел в Лиге Европе. У нас, давай я скажу, значит, мы сыграем с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марина. Ну, Казахстан прям очень европейская страна, да? Ну, а почему нет? Да? Ну, я просто, у меня по географии хоть и была пятерка, но мне всегда казалось, что Казахстан это Средняя Азия. Ну, слушай, они, может, ну, залезли как-то. Залезли как-то. Да, может, что-то где-то там. Глава Ми-6. Ми-6 это не вертолеты наши вовсе, это разведка английская. Сделает в своей речи предупреждение для России. В понедельник сегодня руководитель Ми-6 выступит с речью, в которой сделает предупреждение для России и расскажет о необходимости в четвертом поколении шпионажа, пишет газета The Guardian. Они там уже надоели все, если честно. Ну, я скажу, что не просто так вообще Британия начинает что-то там врагозить на нас. В России отреагировали на сообщения британских военных на Украине. Там они появились. Посольство России в Лондоне ответило на сообщения русской службы BBC о тайной операции Великобритании на Украине. Об этом представительство заявило на своем сайте. По словам дипломатов, данные журналистов, если они верны, представляют собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине. В общем-то, вот что-то интересное ведет, я тебе скажу. И все, вот, собственно, на этом новости мировые исчерплены. Да нет, на самом деле, ну, тоже мировая новость про Белоруссию. Да, давай, давай. В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников. В базу данных трудоспособных граждан Белоруссии, не занятых в экономике, попало около 500 человек. Тысяч человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевича телеканалу «Беларусь-1». Ранее было то, что нельзя быть, то есть надо было платить 250 долларов, если ты без денег в Беларусь. А сейчас уже отменил Лукашенко все это. Теперь можно, но что-то тоже нехорошо, мне кажется. Он находит каждого, вы что? И может что-то сделать с тобой. Ну, с тобой нет. Там тоже про Беларусь несколько новостей было. У меня по счету про Украину опять. Я думаю, что... Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону. Все это на фоне того, что у нас предложили операторам большой четверки совместно начать прорабатывать систему 5G. Видимо, из-за этого были какие-то сбои на линии Москва-Киев. Не получилось у него найти G, да? Я так понимаю. Видимо. Российский президент так и не ответил на запросы Киева о проведении прямых телефонных переговоров, рассказал Петр Порошенко. По его словам, украинская сторона уже предложила Москве несколько возможных форматов беседы. За конфетками Рошен, например. Сел чайку попить и конфетки Петр Толтон по отчеству достал из кормана. Кстати, бизнес его, по-моему, до сих пор нормально работает, функционирует в России. Президент, я думаю. Да. Политика-политика, а консервы все-таки конфетками. Местные новости у нас тоже местными новостями. В РСТ не согласны с формулировкой антимонопольщиков. Служба выразила свое мнение по поводу нормативов по электроэнергии. Сделка оформлена официально. Пермский край объявила покупки объектов товарного двора за 800 миллионов рублей. Ученые из различных отраслей провели в Перми мастер-классы в рамках форума «Не дня без науки». Обширная программа прошла и в Пермском кванториуме. Новости на РБК Перем, в студии Рустам Магизов. Здравствуйте. РСТ объяснил изменения в нормативах на энергоснабжение в Прикаме. Пермскому ФАС считают, что изменения связаны с предписанием антимонопольщиков, но в РСТ не согласны с этой формулировкой. В ответ на официальный запрос РБК Перем в ведомстве сообщили, что РСТ установила нормативы, ориентируясь на качественную проработку и согласование с надзорными органами, а не предупреждением антимонопольного органа. Напомним, нормативы были утверждены 23 ноября 2018 года и вступают в силу через 10 дней после опубликования документа. О том, как скажется на платежах граждан установка нормативов, при службе РСТ сообщили, что ранее выделялось только две категории многоквартирных домов, по которым были утверждены нормативы. Сейчас же выделено уже 4 категории и, соответственно, 4 норматива. К примеру, для второй категории домов снижение составило 30%, для четвертой – 13%. Напомним, ранее Пермская УФАС выявила, что у РСТ было достаточное количество времени для утверждения нормативов, но, несмотря на это, регулятор допустил бездействие. Из-за этого сложилась ситуация, когда перебеки оплачивали электроэнергию, но в то же время нормативы, по которым им по факту насчитывалась оплата, были утверждены Минстроем еще в 2015 году и являлись утратившими свою силу. В РСТ в свою очередь заявляли, что ряд участников рабочей группы по установлению нормативов из числа общественных организаций открыто саботирует процесс принятия новых нормативов. Пермский край все же приобрел объекты недвижимости у компании РЖД. Стороны заключили соответствующий договор, отмечают в Минтрансе края. Территориально все они находятся на локомотивной 18. Объекты расположены в коридоре проектируемой дороги улицы Строителей, выкупленной в целях развития транспортной инфраструктуры и градостроительства края. В том числе в части строительства автодороги, переход улицы Строителей, площадь Гайдара и Стахановская. Цена договора без малого 800 миллионов рублей. Деньги идут из бюджета Приками. Это решение ранее одобрили депутаты ЗС. Они распределили по 400 миллионов в этом и в следующем году. Предполагается, что за счет полученных средств РЖД, по договоренности с Краем, построит транспортно-пересадочный узел на Перми-2. В соответствии с условиями соглашения объект будет построен к 2022 году. Ну и одновременно с приобретением недвижимости РЖД передала Минтрансу Прикамия право аренды на земельные участки под выкупленными объектами сроком на 49 лет. Как будет формироваться образ будущего, рассказали пермским школьникам в рамках форума «Ни дня без науки». Спикеры, ведущие ученые страны, академики и члены корреспондента РАН. В программе мастер-классы и беседы в формате научных откровений. Подробнее в нашем сюжете. Будущее за искусственным интеллектом. Это одна из центральных мыслей, прозвучавших на форуме «Ни дня без науки». По словам Андрея Соболевского, директора Московского института проблем передачи информации, сейчас наступает новое время. Время для изучения и создания в области науки. Первые попытки изучения искусственного интеллекта были предприняты еще в 50-х годах. Тогда ученые предполагали, что для решения основных задач потребуется не более 10 лет. Однако время показало обратный результат. На 15-20 лет наступило разочарование, затем появились новые подходы. Сейчас опять такой момент всеобщего энтузиазма. Искусственный интеллект как помощник человеку-работнику. Вот тот же, скажем, беспилотный автомобильный транспорт. Простые рабочие специальности, безусловно. Особенно, как бы, не столько вытесняя человека из производства вообще, а сколько вытесняя его, как бы, немножко вверх на более сложные задачи. На мастер-классах и беседах в формате научных откровений выступали ведущие ученые России. Среди них академики и члены-корреспонденты РАН. Обсуждались проблемы будущей цивилизации, роли личности в обществе и знаний цифровых технологий. Главные слушатели на каждой из площадок – дети. Именно они – будущее науки. Резюмирует Владимир Губарев. Я глубоко убежден, что на этом форуме в разных аудиториях сидят ребята, которые сделают то, что мы не смогли сделать. Четвертый научно-просветительский форум «Ни дня без науки-2018» организован Пермским федеральным научно-исследовательским центром «УРОРАН» совместно с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией. Часть мероприятий проходит на площадке детского технопарка «Кванториум». Там прошла встреча с инженером-исследователем по робототехнике Хиротаки Асава и форсайт-сессия при участии Натальи Луковниковой и Сергея Переслегина по проектированию будущего в эпоху глобальной цифровизации и роботизации. Пока на этом все. Больше новостей на нашем сайте. Также всегда в доступе телефон, редакция, также наш электронный ящик. Оставайтесь на РБК. Доброе утро, дорогие друзья. Пытаюсь тут настроить прямой эфир, в котором мы тоже с вами вместе пребываем, но только прямой эфир из интернета Никиты Золотухина, нашего сегодняшнего утреннего гостя. Человека, который не постеснялся и вместе со своим невеликовозрастным пока сыном выходит в прямой эфир, рассказывая, делясь различными веселыми приключениями жизни, ну, собственно, себя как молодого отца и этого замечательного юноши, которого вы видите сейчас на своих экранах. Никита, доброе утро. Доброе утро, мужчины. Ну что, ты проснулся вообще? У меня такое ощущение, что у Никиты настроения и веселья, заряда позитива больше, чем у нас с тобой. Мы с утра в понедельник. Он же не каждый день встает. Приложилый. Честно, я первый раз стал. А слушай, а сын не рано, что ли, просыпается? Да проснулся он. То есть я когда вот собирался, он уже там... Да, начиналась эта вся история. А что это значит? Что типа не уходи, давай меня с собой, мне тоже нужны эфиры. Это значит, что приходи, меня бери, меня уноси кормить. А то есть ты всем занимаешься с ребенком? Ну, конечно, нет. Нет. Если бы я занимался всем, то я бы сошел с ума. Поэтому я какую-то часть... Поэтому я наполовину пока сошел с ума. Да, наполовину. Ну, конечно, дергается... Вот был период, кстати, когда вот... В октябре, когда я что-то особенно активно проводил время с ребенком, я понимаю, что я реально уже с ним вот... Подожди, а в октябре сколько было месяцев? В октябре? Дней. Или месяцев? А ну, когда? Вы про что сейчас? Вы это заботились, мне кажется? Мы про свое. В октябре месяце сколько было твоему ребенку? Или когда он только родился, ты имеешь в виду? Нет, нет, вот недавний октябрь. Он родился, получается, год назад, 1 декабря. Так. А в октябре... То есть у него недавно был день рождения? Да. Мы с ним стрельцы? Да. У меня сегодня просто день рождения, я уже говорил. Не может быть. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Ну, давайте меняйтесь тогда местами, и мы тебя будем просто... В октябре ему было вот уже почти год. Да. И ты провел с ним... Проводил с ним больше времени. Мы на этом остановились. И чуть не сошел сюда. Ну, и дергался глаз. Почему? Я что-то бубнил. Ну, то есть... Тряслись руки. Где была мать? Мама работала в этот месяц активно. А сейчас уже не так активно? Уже не так активно, да. А чем занимаются? У нее детский центр. Вот. И поэтому они готовятся к этим новогодним представлениям. Было много задач в октябре. И вот как бы я... А у меня меньше. А слушай, а не будет такого, что Иван у тебя будет ревновать к другим детям, которые в детском центре? Скажет, мать, почему ты мне не уделяешь внимания? Я с отцом все время. Точно, точно. А ты там с какими-то ста другими малышами. Слушай, расскажи, насколько я знаю, ты присутствовал на родах. Да. Ну, каково это вообще? Ты не присутствовал на родах? Я не присутствовал. Ты тоже присутствовал? Нет. На вторых нет, на первых да. У меня двое сыновей. На секундочку, мы сейчас тут все секреты расскажем. А на вторых был занят? Да, на вторых меня просто жена не взяла. Не взяла. Сиди дома. Не сказала. Она сказала, я уезжаю, я тебе не скажу, куда. Какой роддом, потому что ты придешь, там опять начнешь. Ну, вообще, веселая была история. То есть с этими родами партнерскими. Мне понравилось. Я понял, что мне было бы намного скучнее дома, если бы я остался. Подожди, партнерские роды, то есть это то же самое, что ты присутствовал на родах? Ты лежишь и реалом рожаешь? Да, или как, или как, или как, ну да. Ну, то есть, вообще, сначала это тот самый период, когда, то есть, идут эти схватки. То есть, да, когда все у тебя начинается, когда ты в квартире сидишь с женой, она говорит, поехали. Ты говоришь, точно поехали? Она говорит, точно. Емщик. Да, то есть, я карету, короче, готовлю, мы садимся, приезжаем туда, и вот там дальше история длится до самих родов часов, не знаю, там шесть, вот, да, или там семь. Ну, это у кого как. Ну, она в первый раз. Да, бывает дольше, бывает, несколько суток бывает, люди мучаются. Ну, вот. Я, то есть, там просто как бы сидел рядом, ну, то есть, как ты ее говорил, нормально все будет. Поддерживал ее морально. Да, больно. Ну, то есть, гладил ее, говорил, там, вот вода. А где рожали? В какой? На Гайве мы рожали. На Гайве? Девятке. Там девятка, по-моему. Да, да. Одна из лучших, один из лучших родильных домов вперед, говорил. Так, и скажи, и что, что, то есть, какие у тебя эмоции были про это? Боялся ты или нет? Конечно, конечно, это было очень страшно. И вообще, когда ты видишь, как, то есть, твоя жена, да, вот, с которой ты там ходил за ручку несколько лет назад, там, целовались. Несколько лет назад, а тут с ней что-то случилось, она вдруг надулась, и оттуда, ай, боже мой, начинает. Так и было, то есть, ты это все смотришь, как бы. Как ей непросто, знаете, непросто. Не просто смотреть, как другому человеку непросто. И ты думаешь, блин, нифига себе, вот, насколько сильно она влипла, да? Вот. А я в этом виноват, частично. А потом начинаешь сознавать, что влипла не только она, но еще и ты. И вот об этой части, как раз о том, что такое вести блог, почему вдруг блог, и не страшно ли тебе, что вдруг сглазят. У меня там есть бабушки знакомые, которые говорят, не показывай в интернете, пока не покрестили ребенка. Пока не пошел в ВУЗ, в ВУЗ не поступил. Да, пока не вышел на самостоятельную дорогу. Мы, дорогие друзья, должны прерваться на маленькую-маленькую рекламу. Напомню, сегодня у нас в гостях Никита Золотухин, папа-блогер. Так, мы его крестили в наших титрах. Не переключайтесь. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леоновы, 15. Звоните 22-666-22. Коктейль Молотова. Теперь и ты в нашей ленте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжается утреннее шоу «Коктейль Молотова» на телеканале РБК «Перь». Меня зовут Артем Жаворонков. Принад садинов сидит на... Сидит. Мне час стоять приходится, я все время возмущаюсь по этому поводу. А ты хоть ненадолго, но можешь присесть с нашим гостем утренним пообщаться. А гость у нас сегодня Никита Золотухин. Вот, кстати, прямой эфир из студии РБК «Перь». «Перь, мне кажется, это твой прямой эфир утрешний. Набрал больше лайков, чем вся наша программа с самого начала. Вот так вот выглядит у нас за кулиси. Вот это наши операторы, которые сейчас сидят, кстати. Они, кстати, тоже сидят в телефонах и смотрят прямой эфир. Прямой эфир, да-да-да-да. Вот, и мы общаемся на тему того, легко ли вести... Ладно, легко ли быть отцом. Тут, понятно, не просто все. Легко ли быть отцом-блогером? Это непросто. Слушай, давай сразу вот к тому, что нельзя выкладывать ребенка. Теоретически многие говорят, что надо обязательно смайликом себя, да, защитить ребенка. Это же... Сглазить могут. Конечно. Какие меры ты предпринял от сглаза? Может быть, знаешь, там... Покрестил ли? Минимум 7 репостов там о каких-нибудь РПЦ, например, надо сделать. Или, может быть, подписаться на... Ты не трогай русскую православную церковь. В данном случае, я думаю, что они-то как раз к этому спокойно относятся. Не верьте в приметы, а верьте в Бога. Я просто, когда... То есть, пост готов, видео я просто три раза так делаю. Еще надо через плечо соль с собой носить. На пост, то есть, как бы, я вот... В смысле, на публикацию на это... Ну, это для Инстаграма, а для Ютуба вот что-то. Мне кажется, это другое, то есть, надо как-то мышку, может, там... Там совсем бездуховная территория. У нас есть, кстати, видео обзора на ребенка. Да, давайте вкратце сейчас посмотрим, там... Минутный он, да? Добрый день. Сегодня хочу для вас снять обзор ребенка. Вот на него документы. Ребенок настоящий, все, давайте его посмотрим. Вот этот ребенок обыкновенный. Вот это у него голова. Мы ему купили вот такую специальную ткань. Ну, это чтобы снег, когда летит, вот, то есть, чтобы он ударялся, отлетал. Вот, 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 вот рот, вот нос, вот два глаза. Вот это у него на голове волосы. То есть, это моделька мальчик. Вот нам он очень, ну, очень нравится. Как вообще его... Как его искать? Ну, его можно вот так вот, получается, положить на пол. Он издает сейчас вот эти звуки, потому что он проголодался. Он уже минут 30 ел вот эту вещь, но он ей не наедается. Вот у нас есть специальная еда. Мы тебя ей покормим. Ты пока вставай и иди мой руки. Мы еще вот такую штуку приобрели. Вот, она вот так вот делает. Ну, и, собственно, и все. И все. Кстати, вот у него ноги. Они, получается, для чего нужны? Ну, пока не для чего. Пока не для чего. И они вот так вот висят. Просто пока есть. Потом, получается, по документации он должен на них сидеть. Ну, в общем, смотри. По документации он должен... А что, есть инструкция, что ли? Прилагалась? Она вышла из мамы вместе с ребенком? Я не понимаю, или как? Инструкция, знаешь, типа, давай, я так разберусь. Куда-то инструкция девается. Кто эти инструкции читает? В самом деле, это же, я думаю, это ерунда все. Как пришла идея записывать блог? То есть, я так понимаю, сидел дома, просто телефон. Снимал себя, скорее всего, как обычно. А потом, типа... А не было каких-нибудь уже серьезных комментаторов, которые говорили, «Слышь, ты вот воспитанием лучше занялся? Че ты там всякие посты выкладываешь?» Ну, мне писали, что просто Дина работала. Дина работает, да. Жена, ты же родила. Дина, че ты там занимаешься, да? А вот еще, это что? Не знаю. Так что мы видим? Ивану 8 месяцев, и он уже совсем большой. Давайте-ка посмотрим, каким он был в детстве. Давай поцелуемся. Давай поцелуемся. Он боится твоих губ огромных, мне кажется. Если вы боитесь, что ваш ребенок упадет, покупайте ему шлем на локотнике, маты, круговую страховку, икону. У Ивана есть вот такая вот бутылочка. Давайте посмотрим, как он с ней будет обращаться. Почему такой рваный монтаж? Да это красиво, это смотрится на вас. Слушай, я вот заметил одну особенность нашего разговора. Мы задаем вопрос, и не слышим на него ответ. Не успеваем, не дослушиваем, почему до сегодня. Я задал вопрос до этого, Никите. Нет ли там каких-нибудь критиков в интернете, в инстаграме, людей, которые недоброжелательно относятся к тому, чем ты знаешь? Вообще, на самом деле, в основном, только хвалят. Девчонки говорят, блин, приезжай ко мне домой. Сделай обзор. Для моего ребенка. Или второго ребенка. Не просто приезжай, посиди. Ну, как бы, у нас папа на работе, приезжай, как бы. Очень странно звучит. Папа на работе, пока приезжает, да? Ну, серьезно, они говорят, что у нас, ну, типа, ну, как бы, что... У них не так, короче. Они говорят, у них не так. У нас батя где-то, поэтому ты к нам приезжай, с ним посиди, помой его там и сними выпуск. А, ну, предлагаю делать обзор на других детей. Да. Ну, то есть, ты на мальчика все сделаешь, типа, есть версия девочка. И, ну, надо будет где-то найти мне, получается, сделать обзор на девочку. Это как в мультике про Троя Простоквашина, помнишь, где дядя Федор вместе с отцом к маме пришли, говорит, мы тут подумали, будем... А, нет, если они приехали куда-то уже в Простоквашино, решили, будем второго ребенка заводить. С мамой поговорите, если вам не была девочка. Не поедешь второго еще? Нет, пока что надо разобраться с одним. Что значит, не за что? А как же программа по повышению врождаемости в нашей стране? Ну, мне кажется, даже подписчиков будет больше, скорее всего. Вот, вот это умеет. Кстати, вот по поводу, сколько сейчас уже видео, сколько подписчиков у этого папа-блога? Получается, подписчиков в 2900. Ну, я посчитал, получается, просмотры. У меня есть там 23 видеоролика, вот таких минутных. И на них в сумме просмотров 130 тысяч. А почему на YouTube не выходишь? На самом деле у меня есть идея, просто как-то, может быть, времени не доходит. Но я там буду. Я посмотрел, ты выложил обзор на ребенка на YouTube, а я зашел, и там чуть меньше, скажем так, просмотров, около, ну, где-то 284. А в основной 285. Да, в Инстаграме, по-моему, на этом обзоре там порядка 20 тысяч, мне кажется. Вот, на которые мы посмотрели. Вот и думаю. Хорошо, слушай, ну... Традиция есть у нас. У нас Блиц есть, да, видимо, у нас время подходит к концу, к сожалению. Ну, не видимо, а точно. Долго-долго еще общаться. В общем, задаю вопрос, ты на них отвечаешь. Поехали. КВНовское прошлое в тебе. Да, КВНовское прошлое. Ах, понеслась. Ладно, кто популярнее, Папа Никич или Папа Римский? Папа Никич, конечно. Почему? Ну, по крайней мере, в этой студии. В среде его семьи, то, конечно, Папа Никич. В Инстаграме. А Папа Римский тоже может сделать обзор на свечи? А кого ты не разрешишь слушать, сыну из рэперов? Ну, получается, Фейсу. Я разрешу Басту слушать. Басту. И разрешу слушать еще... Еще... Тупака. Да. Слушай, ты как в ФСБ разговариваешь сейчас тоже. Я... Только Басту мы разрешили, всех остальных мы сейчас запретим. Хаски запретим. Ладно. А твой любимый танец? Вот такой. А песня? А песня? Бананы, кокосы, а апельсиновый рай. Ладно. Фильм, который ты посмотрел в последний раз. Последний. Ну вот, про... С усами-то. Фредди Меркури. Рапсодия Богемская. Богемная. КВН или стендап? Богемная она, не богемская. Богемная. Все путают, все называют ее богемская, насяк богемия. Она богемная. Она богемная. 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 Не слушай. КВН или стендап? Сейчас стендап. Почему? Потому что КВН был уже. Логично. Все логично. Любимая достопримечательность Перми? Лужа. Напротив моего дома? Напротив моего дома. Любимый политик? Любимый политик? Депутат законодательного собрания по Матавельхинскому району Степан Николаевич Царев. Ты максимально прогнулся, да? Вы меня убрали. У меня не любил. Нелюбимый политик. Депутат законодательного собрания по Свердловскому району. Нет, кто это? Наш управляющий ТСЖ. Знаменитый политик. Да. И с каким животным себя стервишь? Ну, какое животное? Барсук. Потому что у тебя есть запасы жира. Да. Точно. У меня две бутылки. Плюс еще сын есть у него тоже. Как бы раньше было больше жира. Но сейчас поменьше. Потому что третья бутылочка. У них есть такое свойство. Они немного худеют. Да, набирают худеют. Поэтому мы запасыли. У него ребенка такого нет. Не знаю. Твой наоборот. Ну, все. Вот мы должны завершать сейчас наш этот блог с гостем Никита Золотухин. Ребята, папа блогер. Можно... Как? Что? Блог с блогером. Блог с блогером у нас заканчивается. Подписывайтесь. В интернете папа Никич. Да. Посмотрите. Это интересно. Это ярко. Подписывайтесь. Скажи... Вот камера у тебя. Скажи подписывайтесь. Обращаюсь ко всем мужчинам. Вот. Прежде... Трижды подумайте. Перед тем, как заводить ребенка. Потом подписывайтесь на папу Никича. Умиляйтесь. И решайтесь. И заводите. А лучше не одного, а несколько. Точно. Вот такая вот история. Но дальше будет не менее интересно. Я хотел бы добавить... Вернее, не добавить, а отметить, обратить ваше внимание, что прямо сейчас чем вообще по утрам еще нужно заниматься? Зарядкой утренней. Мы сейчас здесь это в студии сделаем, а вам предложим это сделать у себя дома, где бы вы не находились. В ванной, в туалете, в большой маленькой комнате или на кухне. Правильная зарядка от центра кинезиотерапии доктора Бубновского в прямом эфире. Телеканал РБК прямо сейчас на всех экранах. Доброе утро. Меня зовут Александра. Мы находимся в центре доктора Бубновского. Все чаще у людей разного возраста возникают проблемы с позвоночником. Сколиозы, остеохондрозы, грыжи межпозвоночных дисков. Современная медицина пытается решить эту проблему с помощью обезболивающих мазей, уколов, ну и в крайнем случае операций. Сегодня в нашем центре мы покажем вам куда более действенный и безболезненный способ лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата при помощи правильного движения. Как говорит сам Сергей Михайлович Бубновский, правильное лечение движение лечит, неправильное калечит. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Александра, я предлагаю начать дыхание. Мы используем диафрагмальное дыхание. Как научиться? Очень просто. Одна рука на живот, вторая здесь. И мы своим дыханием будем греть руку. Очень просто. Вот так. Попробуй. Вот это диафрагмальный выдох. Итак, мы с тобой освоили дыхание. Сейчас я предлагаю начать упражнение. Встаем на четвереньке, исходное положение. Руки прямые. Сейчас на выдохе мы будем округлять спину. Упражнение называется «кошечка». Поехали. На выдохе. На диафрагмальном выдох. Хорошо. Посмотрели вперед. И опять выдох. Хорошо, замечательно. Таким образом мы улучшаем подвижность позвоночника. Соответственно, улучшаем кровообращение. Такое упражнение мы выполняем в среднем 15-20 повторений. Так, а ты правильно делаешь? Ты все правильно делаешь, но бывают ошибки, когда пациенты сгибают руки или неправильно дышат. Выдох на усилии. Если боль, выдох в боль. Следующее упражнение. Растягивающий шаг. Такое же положение на четвереньке. Итак, сейчас одну ногу мы отводим назад максимально. Руки вытягиваем вперед. Хорошо, потянулись. Сейчас через прямые руки на выдохе поднимаемся. На диафрагмальном выдохе. Выдох на высушенном. Выполняем также 15-20 повторений. Следующее упражнение. Это прокачка с отжиманиями. Исходное положение на четвереньке. Поставь ноги чуть шире. Руки подать чуть вперед. Хорошо. Сейчас грудью опускаемся вниз. Ложимся. Поднимаемся на выдохе. Прогнули взгляд вперед. И вот таким образом качаемся. Опустились вниз. И на выдохе поднимаем. На усилии выдох. Вот таким образом. Это упражнение довольно-таки силовое. И его мы выполняем в среднем. От 5 до 15 повторений. Таким образом мы улучшаем кровообращение как верхнего плечевого пояса, так и растягиваем нижний. Итак, хорошо. Следующее упражнение. Сходное положение лежа на спине. Ноги согнуты. Руки перед собой. Сейчас на диафрагмальном выдохе мы будем слегка отрывать голову. Слегка лопатки в выдох. Угу. Поехали. В выдох. Хорошо. Рот слегка приоткрыт. Не закрываем, не смыкаем губы, чтобы не было гипервентиляции. И диафрагмальный выдох. То есть выдох у нас идет через рот, а вдох – это пассивная фаза. О ней мы стараемся не говорить. Через рот 50% и через нос. Следующее упражнение. Руки вдоль тела, ноги согнуты. На выдохе будем слегка поднимать таз. Поднимаем таз максимально, насколько это возможно. Мы используем максимально доступную амплитуду на сегодняшний день. С каждым разом амплитуда будет увеличиваться боль, уменьшаться или уходить. Замечательно. Вот мы с тобой сделали 5 упражнений из комплекса обезболивающих. А завтра мы покажем еще интересное упражнение, которое можно выполнять дома. Фуф, отличная зарядка, честно говоря. Прямо тоже, я признаюсь, мы ведь не делали ничего. Мы стояли и смотрели. Артем стоял как мужчина, там вот в бройке, а я сидел. Вот эти все движения, кошка вот эта вот. Ну, это, между прочим, да. Вот тут все, старость, нерадость. О, это знаменитая картина, да? Это очень, это, кстати, к вопросу о нашем, да, гости сегодняшнем утром, утрешнем. Ну, как ты подвяжешься, ну, давай. Утренним. Если помните, и вы с нами с самого утра на телеканале РБК, Папа Никич был у нас сегодня в гостях. Блогер, который рассказывает о том, как быть отцом в современном мире. И буду, думаю, рассказывать, думаю, будет рассказывать об этом еще очень долго, потому что сына его всего чуть-чуть больше года, 1 декабря. Вот. А дети некоторые творчеством балуются. И не всегда их каляки-маляки могут оказаться просто каляками-маляками. Вот был взрослый дяденька, да, был взрослый дяденька, которого звали Жоан Миро. Он накалякал вот такую маляку. Ну, это же каляка-маляка, да, это картина такая. Называется эта картина «Собака», да, она тоже известная как «Черный квадрат». Но тут никакого символизма. Это каляка-маляка от Жоана Миро. Оценивается она сегодня в 2 миллиона 200 тысяч долларов. Вот это вот фигня. Да почему фигня-то? Ну, может и нифигня. Ну, каляка-маляка, скажем так. Это художник так видит. Каляку-маляку, да. Собаку так видит. Он видит так, да. Ну, видим ли мы 2 миллиона 200 тысяч долларов за эту собаку? Да, вряд ли. Ну, в общем, вот теперь живите с этим. Кто-то рисует... Я думаю, что можно пока показать видео про Трампа нашего. Как без него-то? Да. Можно показать, да. А можно не показать. Посмотрим что-то. Выглядит так, будто ему кто-то звонит, и он типа, да-да-да. Он слушает переводчика. Да, я знаю, я знаю. Но в какой-то момент ему не понравилось это, как переводит. Он просто выкинет, понимаешь? Это выглядит так, знаешь, когда ты сидишь с друзьями, отдыхаешь тихонечко, и обязательно придет там смс-очка, типа, что, когда домой от жены, да? И ты такой, нафиг, выкину телефон, просто все. Вот здесь так же он тоже. Наверное, Миланя там написала, когда ты домой? Да, все, я стою здесь. Лайфхак небольшой. Можно поделиться им? Товарищ один мне рассказал, что когда кто-то из их компаний находится в компании неприятной, они отправляют пустую смс-ку друг к другу, и кто-то из, ну, в рассылку, кто может, сразу перезванивает, ему и говорит, давай, короче, очень все, тут тяжело, тут возникли какие-то срочные обстоятельства. Так выручают своих друзей. Вот, видимо, ему тоже кто-то позвонил там. Он Терезе Мэй что-нибудь написал, например, она такая, чик-чик, ему. И попытался сварить. Трамп, это Трамп, но именно Соединенные Штаты Америки, государство, которым этот джентльмен, с позволения сказать, управляет, отправили марсоход очередной к нашему соседу, ближайшему к Марсу. И спутников там, целую группировку создали на территории. Есть у меня такое релаксирующее видео на 40 секунд под легкую музыку. Красот, красные планеты. Давай не будем прерывать ее своими комментариями. Мы только проснулись. Слушай, я ждал. Я ждал, что начнется, какие-то буквы пойдут внизу, там будет скакать колобок и начнется какая-то песня просто. Потому что там фоны, ну такие. Это был караочный. Кусочки Марса. Смотри, какой он необычный. Мне всегда казалось, что у него поверхность приблизительно такая же, как у Луны. Что-то все одинаковое в кратерах, но нет, смотри, там есть и лед, и еще что-то. И еще куча всего. Я когда-то читал в какой-то детской энциклопедии, что на Марсе воды приблизительно столько же, сколько на Земле в одном Ладожеском озере. То есть, ну, не очень много. Сушничок там мучает. Мучает инопланетян. Людишек. Если они там есть. Ну, давай, мы не будем показывать, но Киселев зачитал рэп на стихи Маяковского. Красавчик. А почему не покажем? Давайте покажем. А у меня нет этого, я не стал скачивать. На самом деле, там не так интересно, но суть в том, что он загонял там истории про рэперов, что их сейчас арестовывают, что вот, типа, предтечей рэперства был вот Маяковский. И хотя, ну, это очень огромное. Кто там правый, левый, левый, да? Нормально? Такое стихотворение. Ты можешь, кстати, что-нибудь из Маяковского процитируть? Через час отсюда, в чистый переулок. Я достаю широкий пштанин. Вытечет по человеку весь обрюзгший жир. Я открыл вам столько стихов-шкатулок, я без ценных слов мототронжир. По поводу, опять же, космоса. Суровые челябинские парни. Как на метеорит реагируют обычные люди? Подожди, ты челябинского... То есть челябинские метеориты решил... Ты посмотри, да, вот челябинский метеорит и как на него реагируют суровые челябинские парни. Это что, это просто метеорит? Ну, ничего, ну... Подожди, так это прикол же, нет? Это прикол, конечно, но как бы... А почему он не мог бы произойти в реальной жизни? Это постанова. Нет, видишь, написано прямой эфир в правом верхнем углу. Поэтому это никакая не постанова. Мы в прямом эфире, дорогие друзья. Коктейль Молотова, утреннее шоу на телеканале РБК Пермь. Что-то хочешь снова? Есть новость, да, есть новость. Нет, говорит нам режиссер, реклама у нас. Потом, после рекламы, после рекламы. Ладно, давайте. Загадайте себе идеальный отдых. Место, где можно отдохнуть душой в кругу близких и родных. Идеальный Новый год здесь. Курорт Устькачка. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Утро бывает разным. А коктейль Молотова всегда неугомонный. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леоновы, 15. Звоните 22-666-22. Самое горячее. Открытие сезона. 8 декабря. Горнолыжный комплекс «Такман». Растопи снег вместе с нами. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Всем приветики, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 3 декабря. Уже вовсю можно начинать готовиться к Новому году, покупать подарочки. И к слову о подарочках. Сегодня тоже вот у нас нашему не подарочку исполнилось 36 лет уже. Можно, да, говорить? Ну, можно, конечно. 36. Господи, прости. Слушай, а что-то поменялось? Вот ты сегодня проснулся. Да вообще ничего не поменялось. Я сегодня вообще не думаю. Если бы ты мне не напомнил здесь в эфире, что мне день рождения, я бы не знал об этом. Слушайте, я тут такая новость только что пришла. Я тут по линии наших местных новостей. У нас ведь они постоянно приходят, эти новости. Для отопления почтовых отделений при Камье закупят дрова на 3 миллиона рублей. Эх. Да, ты хотел какими-то новостями поделиться. Ты говоришь, США куда запустили-то? На Марс, да? На Марс, да, снова. Дровами на 3 миллиона рублей. Ну, пойдем. Производитель дешевой обуви жестоко подшутил над любителями гламура. Компания Пайлос, американский производитель дешевой обуви, жестоко разыграла калифорнийских модников, арендовав бывшее помещение бутика Армани в Санта-Монике. Компания представила там свой товар со средней ценой 20 долларов за пару. Но теперь он продавался под вымышленным брендом Полесси и стоил примерно в 30 раз дороже. И разошлось все. Понимаешь? А есть видео показать? Нет, это не видео. Вот. Ну, есть фоточка. Покажите эту фоточку. Ну, надо же как-то иллюстрировать такие новости. Да. Недавно тут что-то про лекарства читал. Ну, не лекарства, а то, что ими называют и то, что за них выдают нам в аптеках. Всякие фуфламицины с недоказанной эффективностью. И там была ремарка такая по поводу того, что дорогое плацебо продается лучше и лечит лучше, чем дешевое плацебо. А где же такой маркетинговый ход? Там, по-моему, одна табачная компания, я не буду говорить, какая, но она продавала по средней цене. В какой-то момент она резко завысила в два раза, по-моему, цену. И у нее все гораздо лучше. И эта отрава стала продаваться лучше. Да, ну, то есть это делают, что специально завершают цены, и люди думают, что вот, наверное, хорошее. Раз дорого, значит, качественно. Дорого, богато. Не ведитесь, но это. И мне, кстати, всегда было интересно смотреть на настоящих миллиардеров, вот, не конченных миллиардеров наших, доморощенных, которые постоянно в армане, в золоте и во всем остальном. Вот чем беднее страна, чем беднее духовные люди, тем как-то вот кричащим образом. А кто это назвал Россию не менее духовной сейчас? Я сейчас, между прочим, про Россию говорил, а про конкретных людей, которые иногда представляют нас. Вот тем богаче они одеты на всяких вот внешних рынках. Посмотри там на владельца Икеи или на Цукерберга. Обычных футболочках из каких-нибудь ХМов или еще что-то. Ну, подожди. Не кичаться они этим. На дурова можно посмотреть. А я тут видел, я обязательно как-нибудь покажу это у нас в эфире, дети чиновников самых бедных африканских стран, руководителей самых бедных африканских стран, рядом с Бугатти, там по 10 золотых цепочек. У них страна с голоду помирает. Ну, там понимаешь, что это как у цыган, когда надо с собой. Ну, все носить с собой, потому что можно сняться с места и уехать. И они тоже, а там же постоянно революции могут. Чуть что-то там не понравится. Так эти давным-давно где-то в Европе и в Америке, что думаешь, они живут у себя в стране, что ли? Ну, они срываются. Давным-давно нет. Слушайте, я тут еще одно видео хотел бы вам показать. Ну-ка, будь добр. Просто потрясающе. Я люблю баскетбол. И мне очень нравится. Ты тоже ведь любишь баскетбол? Конечно. Очень классный тут момент. Не смешно, да? Смотри. Да я смотрел на самом деле это. Нет, я буквально там пару дней назад смотрел. Ты этот матч смотрел? Нет, я хайлайдер смотрел. А с кем тут Хьюстон Рокет сыграет? Со сперсами, по-моему. Да? Да, да, точно, шпоры. А это... Блин, я знал, как его зовут, бородача этого. Он очень крутой. На Хэ, по-моему, как-то. Ты не знаешь? Ну, номер у него 13. О, это ты заметил. Ладно. Это... Чёртова дюшина. Чё, мы на новости-то уходим или нет? Я не знаю, наверное. Да, давайте новости быстренько утопаем. Разболтались-то. А потом вернемся снова. В РСТ не согласны с формулировкой антимонопольщиков. Служба выразила своё мнение по поводу нормативов по электроэнергии. Сделка оформлена официально. Пермский край объявила покупки объектов товарного двора за 800 миллионов рублей. Учёные из различных отраслей провели в Перми мастер-классы в рамках форума «Не дня без науки». Обширная программа прошла и в Пермском планториуме. Новости НРБК «Перем» в студии Рустам Магизов. Здравствуйте. РСТ объяснил изменения в нормативах на энергоснабжение в Прикаме. Пермскому ФАС считают, что изменения связаны с предписанием антимонопольщиков, но в РСТ не согласны с этой формулировкой. В ответ на официальный запрос РБК «Перем» в ведомстве сообщили, что РСТ установила нормативы, ориентируясь на качественную проработку и согласование с надзорными органами, а не предупреждением антимонопольного органа. Напомним, нормативы были утверждены 23 ноября 2018 года и вступают в силу через 10 дней после опубликования документа. О том, как скажется на платежах граждан установка нормативов, при службе РСТ сообщили, что ранее выделялось только две категории многоквартирных домов, по которым были утверждены нормативы. Сейчас же выделено уже 4 категории и, соответственно, 4 норматива. К примеру, для второй категории домов снижение составило 30%, для четвертой – 13%. Напомним, ранее Пермская УФАС выявила, что у РСТ было достаточное количество времени для утверждения нормативов, но, несмотря на это, регулятор допустил бездействие. Из-за этого сложилась ситуация, когда перебеки оплачивали электроэнергию, но в то же время нормативы, по которым им по факту насчитывалась оплата, были утверждены Минстроем еще в 2015 году и являлись утратившими свою силу. В РСТ в свою очередь заявляли, что ряд участников рабочей группы по установлению нормативов из числа общественных организаций открыто саботирует процесс принятия новых нормативов. Пермский край все же приобрел объекты недвижимости у компании РЖД. Стороны заключили соответствующий договор, отмечают в Минтрансе края. Территориально все они находятся на локомотивной 18. Объекты расположены в коридоре проектируемой дороги улицы Строителей, выкупленной в целях развития транспортной инфраструктуры и градостроительства края. В том числе в части строительства автодороги, переход улицы Строителей, площадь Гайдара и Стахановская. Цена договора без малого 800 миллионов рублей. Деньги идут из бюджета при Каме. Это решение ранее одобрили депутаты ЗС. Они распределили по 400 миллионов в этом и в следующем году. Подполагается, что за счет полученных средств РЖД по договоренности с краем построит транспортно-пересадочный узел на Перми-2. В соответствии с условиями соглашения объект будет построен к 2022 году. Ну и одновременно с приобретением недвижимости РЖД передала Минтрансу при Каме право аренды на земельные участки под выкупленными объектами сроком на 49 лет. Как будет формироваться образ будущего, рассказали пермским школьникам в рамках форума «Ни дня без науки». Спикеры, ведущие ученые страны, академики и члены корреспондента РАН в программе мастер-классы и беседы в формате научных откровений. Подробнее в нашем сюжете. Будущее за искусственным интеллектом – это одна из центральных мыслей, прозвучавших на форуме «Ни дня без науки». По словам Андрея Соболевского, директора Московского института проблем передачи информации, сейчас наступает новое время – время для изучения и создания в области науки. Первые попытки изучения искусственного интеллекта были предприняты еще в 50-х годах. Тогда ученые предполагали, что для решения основных задач потребуется не более 10 лет. Однако время показало обратный результат. На 15-20 лет наступило разочарование, затем появились новые подходы. Сейчас опять такой момент всеобщего энтузиазма. Искусственный интеллект как помощник человеку-работнику. Вот тот же, скажем, беспилотный автомобильный транспорт. Простые рабочие специальности, безусловно. Особенно не столько вытесняя человека из производства вообще, тем, сколько вытесняя его как бы немножко вверх на более сложные задачи. На мастер-классах и беседах в формате научных откровений выступали ведущие ученые России. Среди них академики и члены-корреспонденты РАН. Обсуждались проблемы будущей цивилизации, роли личности в обществе и знаний цифровых технологий. Главные слушатели на каждой из площадок – дети. Именно они – будущее науки. Резюмирует Владимир Губарев. Я глубоко убежден, что на этом форуме в разных аудиториях сидят ребята, которые сделают то, что мы не смогли сделать. Четвертый научно-просветительский форум «Не дня без науки-2018» организован Пермским федеральным научно-исследовательским центром «УРОРАН» совместно с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией. Часть мероприятий проходит на площадке детского технопарка «Кванториум». Там прошла встреча с инженером-исследователем по робототехнике Хиротаки Асава и форсайт-сессия при участии Натальи Луковниковой и Сергея Переислегина по проектированию будущего в эпоху глобальной цифровизации и роботизации. Пока на этом все. Больше новостей на нашем сайте. Также всегда в доступе телефон, редакция, также наш электронный ящик. Оставайтесь на РБК. Здрасте, здрасте, дорогие друзья. На РБК Пермь коктейль Молотова продолжает свою работу. Артем Жаворонков, именинник. Ренат Садинов. Не напоминай мне. А, кстати, у тебя когда день рождения? Ну, узнаешь потом, если доживем. Если доживем? Да, я думаю, доживем. Но ты какой весенний, летний? Я Овен. Овен? Баран. Такой халяльный баран. Даже Овеном интересно знать, наверное, я думаю, будет, что если тратить одну секунду на подсчет галактик, вот галактик, у нас Млечный Путь галактика называется, состоящий из миллиардов звезд, да, в Вселенной, по одной секунде, то только в видимой нам части, в ощутимой нами на подсчет уйдет 4755 лет. А у нас три минуты, всего, всего три минуты для того, чтобы посмотреть несколько видосиков. Нам наш режиссер подготовил несколько видео, чтобы мы взглянули на них, мы их не видели еще ни разу, и вы тоже, в принципе, давайте посмотрим. Ох уж эти еноты. Боже, храни енотов, есть такое видео. Смотри, ты хлопал ведь. Крошка енот. Да. Ну не стоит забывать, что это вообще-то дикое животное. Крикод вообще офигевает, типа, это что такое вообще? А, вот это мы уже видели, да. Это мы показывали уже. Охрана сработала. Чоп. Чоп-кот. Кот-кот-кот. Качоп. Смотришь, какой. И енот-то ведь тоже, смотри. Енот не уходит, смотри, он, да, он ждет максимально. Сейчас, типа, сейчас он идет. А, слушайте, а я бы хотел показать видео свое. В интернете очень, там, за несколько часов набрало прям много просмотров, около тысячи, да. Это сова на сегвее, понимаешь? Даже я ни разу еще не катался на сегвее. А сова уже накатывает просто. И очень много внимания приковывает к себе. Я, вот, сегвее, это то, что с ручкой, да. А есть вот еще без ручки, как они называются? Я вот забыл, дети наши. То, что с ручкой. На гироскутере, да. Я несколько раз пытался на него встать, и это было просто ужасно. И получилось с ручкой. Да, я все время падал. Не получается держать баланс. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, ну, детям проще. То есть, я... Они бесстрашные, ты хочешь сказать? Ну, им вообще призма все новая, да. А ты привык, знаешь, ну... А мы еще закостенелы. К Олимпику, к школьнику, к Куралу с этой рамой здесь. Да, да. Ты не дотягиваешься и ногу под рамой. Я катался, кстати, так в свое время. Да, еще одно короткое видео у нас до конца программы. Ну, о, боже мой, что происходит? Грабитель, грабитель. Смотрите, что творят. Хорошо, разбили стекло. И что дальше-то? Что там происходит? Так. Братан, давай у тебя все получится. С мачете! С мачете! Ты видел? Они с мачете на них побежали. С саблями. С саблями на голову. Против пистолетом. Это как будто какая-то игра, когда уже кто-то прокачался, а кто-то нет. Кто-то уже у кого-то танки, у кого-то луки и стрелы еще. Кошмар. 13 градусов сейчас на улице. Днем сегодня. Минус, наверное, да? Да, конечно, минус 10. Где-то в среднем. Преимущественно без осадков. Радуйтесь, дорогие друзья. Это хорошо, что без осадков. Я думаю, что автомобилисты все уже утомились от этого. Как это называется? От тирания? От скрипка? От скрипка устали. От этого ритуала утрешнего. Дневного вечернего. Вот. Все на сегодня. 3 декабря 2018 года. В понедельник. Утреннее шоу «Коктейль Молтова» на РБК. Работу всю завершила. Мы пойдем по... Поздравляем еще раз. Я не перестаю это делать. Артема Жаворонкова с днем рождения. Очень приятно. Спасибо большое. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Прощаемся. А я... Давай обниму тебя. Давай. С днем рождения. Спасибо, друг мой. Все, друзья. Если видите Артема, обнимайте вас. Подарков жду. Не дождешься. Все, счастливо. Поздравлений будет вполне достаточно. Пока.